Всем привет, за кадром Аркадий, у меня небольшое наблюдение по поводу объективов от Sigma. Sigma все современные свои объективы очень жестко разделяет только на три линейки. Это линейка профессиональных объективов Sigma Art, линейка профессиональных объективов Sigma Sport. В эту линейку, кстати, входит совсем немного решений, ну, не важно, ее все равно отдельно выделили, и она существует. А также линейка любительских объективов Sigma Contemporary. Собственно, про Contemporary хочу немножко поговорить. Данная линейка нацелена на современные объективы со сбалансированным соотношением цены и качества. Но сейчас производители уходят в верхний сегмент и стараются максимизировать ценники на свои решения. Так поступила и Sigma. Даже для линейки Contemporary она выпустила под версию, под серию объективов Sigma I. Это достаточно компактное решение, но с достаточно высоким ценником. То есть, например, если Sigma Contemporary 31.4 для беззеркального кропа стоила в районе 300 долларов, то минимальный ценник на Sigma Contemporary в линейке Sigma I это 550 долларов. То есть, вот данная линейка объективов Sigma I это уже не совсем Contemporary. Это более высокая линейка, более статусная линейка, соответственно, у нее более высокий ценник. Конечно же, как и все объективы от Sigma, все они имеют свой своеобразный оптический дизайн. Например, пройдемся по всем. 24.2 имеет вот такую вот сложную, очень интересную оптическую схему. 24.3.5, хотя светосила невысокая, как для фикса, но оптическая схема очень интересная и сложная. 35.2.0, снова же уникальная своя оптическая схема. 45.2.8 тоже своя оптическая схема. 62.0, тоже имеют очень интересную оптическую схему. Сейчас объективы часто проектируются так, что передняя линза у них вогнутая, не выпуклая. И 92.8. Кажется, что это вроде бы макрушник, но это обычный объектив. Макросъемка для него не приоритет. У него максимальный коэффициент увеличения 1 к 5. То есть, все вот эти 6 штук, они довольно интересны, но имеют ценник от 550 до 700 долларов. И немножко выбиваются из общей тенденции, общей философии объективов-контемпорарий. Их бы лучше отнести в линейку Sigma Art, но Sigma почему-то посчитала, что лучше создать вот такой подкласс от Sigma I. На примере покажу, что Sigma 150-600 из линейки Sport стоит в районе 2000 долларов. А похожая Sigma 150-600 с таким же максимальным относительным отверстием, с таким же стабилизатором под зеркальную систему стоит всего 900 долларов. То есть, линейка Contemporary обычно использовала довольно приемлемые цены для фотолюбителей. А вот данная линейка I, то есть компактных премиум фикс объективов, она снова попыталась повысить ценник. Конечно, здесь все объективы, они имеют металлический корпус, они все похожи друг на друга дизайном. Но в то же время производители пытаются все больше и больше уходить в какой-то верхний сегмент, создавать все более дорогие и дорогие решения. Хорошо ли это плохо, пишите в комментариях. Сегодня с вами был Аркадий Шапуал, всем пока и до новых встреч!